Всем мира и добра, мои дорогие девочки! Сегодня я хочу заснять рецепт тарталеток с клубникой или с малиной, в общем с ягодами. Для этого нам понадобится 200 граммов сливочного масла домашней температуры, 1 яйцо, 1 желток, полстакана сахара 110 граммов и 440 граммов муки. Еще нужно будет нам 1 четвертая часть соды, негашенной. Сейчас нам нужно будет взбить миксером наше сливочное масло комнатной температуры, у меня просто она слишком сильно растаяла, мы сначала взобьем немножко, будем добавлять сахар. Субтитры создавал DimaTorzok Замесила тесто, вот такое оно не сильно мягкое, не сильно твердое должно получиться. У меня осталось немножко муки, это где-то 50-70 грамм, поэтому вы кладите муку так потихонечку, чтобы не переборщить, вообще по рецепту так, но я сделала, а у меня осталось, потому что если я еще добавлю, то вообще тесто будет ужасно твердое. Итак, теперь нам нужно будет, это тесто сразу можно использовать, не кладя в холодильник, да, сразу вот формочки у меня такие, можно взять побольше, у меня такие железные, именно для тарталеток, так как они у нас будут песочные. Мы будем брать понемножку тесто и здесь я уже распределять. Я никогда не мажу эти формочки ни маслом, ни чем, так как они не прилипают, ничего. Ну, в общем, нормально все получается. Вот так вот расформировываем по нашим формочкам, верхушки убираем, чтобы все было аккуратненько. Можно так сделать. Вот такие вот корзиночки, не сильно толстым слоем. И дальше продолжаем заполнять все наши формочки. Как заполню все формочки, вернусь к вам. Ну все, наше тесто уже в формочках. Теперь нужно продырявить дно наших тарталеток, для того, чтобы они сильно в серединке не набухали. Хорошенечко нужно проткнуть вилочкой, в общем. Духовочка наша уже греется. Духовку нужно разогреть заранее до 200 градусов. Будем печь тарталетки при 200 градусах где-то 5-7 минут. Они очень быстро пекутся, не забудьте про них. Потому что тесто очень нежное, и они могут сгореть. Поэтому следите за этим внимательно. Сейчас я проткну все донышки наших тарталеток и буду отправлять в духовку. Тарталетки наши выпеклись. Теперь, пока они будут остывать, я буду готовить начинку. Крем у нас будет состоять из сливок и крем-метты. Сейчас покажу, как они у нас выходят с формочек. Легко, видите, ничего не прилипает. Ну, чтобы потом не спрашивали, девочки, может смазать лучше. Я вот никогда не смазываю, так как здесь же присутствует сливочное масло. Поэтому очень легко они выходят с формочек. Для начинки тарталеток нам понадобится 230 мл сливок у меня, 200 г сахарной пудры. Это нужно будет сейчас взбить. Здесь у меня крем-метта, сливочный сыр. 200 г буду добавлять. И для покрытия нашей клубнички нам понадобится вот такой вот гель. У меня он идет клубничный. Такой гель я приобретаю в кондитерских магазинах. Есть Асдекор, кондитория, кондитер, магазины. Так же, как и крем-метту тоже там приобретаю. Субтитры сделал DimaTorzok Крем готов. Теперь берем кондитерский мешок, убираем наконечник. И я буду одевать такую вот штучку. Они есть разные, вы можете любую взять. Можно даже без нее, просто крем, чтобы высаживать на торпалетке. Одеваем. Одеваем наш форнет в баночку. Ну, чтобы было удобно перекладывать наш крем сюда. И теперь перекладываем в баночку. Аккуратненько. Крем получился очень-очень нежный. Субтитры сделал DimaTorzok Все, крема у нас прям тютелька в тютельку хватило на все торталетки. Теперь будем нарезать нашу клубничку. Или у вас какие-то ягоды есть, там малинка. Выкладывать, ну, после нарезки будем выкладывать на наши торталетки. Дима Тихо. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тихо. Дима Тихо. Выкладывая клубничку на наши торталетки. Теперь нужно нам разбавить вот этот вот гель с водичкой немножко. Ну, чтобы не сильно густая, не сильно жидкая была. То есть жидкий был, да? Сейчас смешаю я и вернусь к вам. Перемешиваем с водичкой. Вот такой гель должен получиться. Для чего мы используем этот гель? Для того, чтобы закрыть нашу клубнику. Это такой защитный слой для клубнички, чтобы она быстро не пропала, не выветрилась. Но если вы собираетесь кушать торталетки сразу же, то можно не покрывать гелем. Итак, начинаем покрывать наши торталетки небольшим, не толстым слоем. Так, немножко именно вот где клубничка. Гель дает такой тоже очень вкусный вкус. Ну, необычный такой, да? С гелем очень вкусно. Сочетаются наши клубнички и торталетки. Прямо получаются очень вкусными. Сейчас я покрою все торталетки и вернусь к вам. Торталетки готовы. Покрыла все торталетки гелем. Такая красота получилась. Теперь торталетки можно оставить на несколько часов, чтобы наш крем впитался немножко в наши сами торталетки. И они будут такие немножко влажные и очень вкусно сочетаться. Например, сейчас они у нас немножко твердоватые. Торталетки. Но потом они будут немножко мягковатые, когда постоят. И это очень вкусно. Сейчас дочки будут пробовать. Будет у нас дегустейшн. Давайте, пробуйте. Они только еще свежие, еще не постояли. Поэтому немножко твердоватые. Твердоватые. А так? Вкус? Вкусно. Вкусно настоящие. Они и так настоящие? Магазины. Как покупные. Ну ладно, приятного вам аппетита. Остальные торталетки у нас идут настаиваться. Будем пробовать чуть позже с мужем. Ну все, девочки, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. Да, и комментируйте под видео. Еще хотела сказать вам, кто какие рецепты готовил по тем рецептам, с которыми я делилась с вами. Отпишитесь, как вам рецептики. Буду ждать.